ДОБРОВОЛЬСКОГО КОРПУСА Акция – это Дню Защитника Отечества. Мы хотим поздравить наших солдат, хотим им преподнести частичку уюта, домашнего тепла. То, что дети делают своими руками поделки, открытки, это будет приятно нашим солдатам. Они будут ощущать свою нужность, они будут ощущать частичку нашего тепла. Насколько же важна эта акция для ребят на передовой? Ребята очень довольны, они присылают ответные письма, смс-письма, присылают видео. Они очень довольны, когда получают от нас вот такие маленькие подарочки. Передаем привет нашим маленьким подривотам, югорчанам. Благодарим за теплые слова. Мы их носим в душе своей. Ваши слова, ваши письма. И идем вперед только с вашей помощью. Потому что вы нас поддерживаете морально и материально. Спасибо вам за поддержку. Всем мы очень рады вам, ваши письма, что вы в нас верите, что вы в нас не забываете. Спасибо вам большое. Победа будет за нами. Вернемся с победой. Обязательно с победой. Всем жителям Мегеона, города Хантамансиска, огромный пламенный примет. Победа будет за нами в любом случае. Мы вернемся домой с победой. Также всему Хантамансискому автономному округу. Самый большой пламенный привет губернатору. Сказать, что благодаря ее помощи, действительно, элементарная помощь поступает вовремя. Именно та, что требуется бойцам. А это требуется забота, тепло, любовь. Большую помощь вкладывает губернатору. Был корпус Югра. Спасибо тоже. Очень рады, довольны. Всем спасибо. Посылки доставлены. Мы всех победим. Все будет хорошо. Почему ты сегодня решила сюда прийти? Подделку буду делать. Насколько это важно вообще? Поднежит, поднежат и мят. Почему же вы решили сюда прийти? Сегодня в акции героя принимают участие ребята из клуба. Мы такие разные, но мы вместе, которые функционируют на базе государственной библиотеки Югры. Мы решили присоединиться к этой акции для того, чтобы поддержать наших ребят-земляков. Мы делаем сегодня сладкие поделки и отправляем им празднику. Помимо добровольческого корпуса, в этой акции также принимают участие школы нашего города. Вторая школа не стала исключением. Почему ваша школа решила принять участие в этой акции? Обучающиеся и родители, педагоги и наша школа регулярно участвуют в различных патриотических акциях в поддержку военнослужащих. Таких, как письмо солдату, коробка добра для жителей Донбасса, посылка солдату. В прошлом году мы организовали сбор средств для покупки медикаментов в госпитале Ростова. Кроме этого, мы придем в маскировочные сети для ребят СВО. В декабре оформлены 475 новогодних шоколадок. Ребята с творчеством подошли к этому процессу и сладкие призы, подарки уехали на фронт. Ребята, акция «Поздравь военнослужащих» с 23 февраля заключительная. Первую партию из 696 шоколадок мы уже отправили. То есть она через гуманитарный корпус отправлена в город Сургут, где будет доставлено уже ребятам СВО. Охотно ли ребята принимают участие в этой акции? Да, они с удовольствием принимают участие в этой акции и творчески подходят к этому процессу. Потому что, естественно, что шоколад приносят они из дома, да, покупают их родители, но творчество уже у них здесь проявляется. Поэтому они с душой относятся, с теплотой и милосердием. Почему же ты решила принять участие в этой акции? Я поддерживаю бойцов, чтобы они знали, что о них не забыли и их поддерживают. Ну, потому что я хочу помочь солдатам, чтобы они победили, ведь шоколад дает энергию, чтобы у них вообще здоровье было, ведь шоколад тоже полезен для здоровья. В общем, я хочу ему очень сильно помочь. Я бы пожелала ребятам здоровья, побольше уверенности, чтобы они не сдавались в этом деле, чтобы они шли до конца, чтобы они смогли победить. Все подарки, которые ребята делают здесь, будут переданы бойцам на передовой. Мне тоже удалось сделать сладкий подарок своими руками. Пусть они знают, что мы их любим, ценим и ждем с победой. Ведь именно благодаря им мы живем в мире и безопасности. С Днем Защитника Отечества!